шикарное место для ночевки вот там тенечек будет весь день стоять вот уже речка тьма по которой мы сейчас уплывем огромная поляна здесь уже было кострище мы сюда приехали вчера поздно вечером время было но после работы выехали из города на руку мы приехали только 10 часов вечера сейчас мы ниже деревня дурулина примерно километр плыли в темноте приплыли сюда и стали на ночевку очень там приятный спуск к воде и вот все сушится есть веревочки кемпинговое место готовое я очень удобно остановиться примерно километр ниже деревни дурулина шикарный спуск к воде единственное что два клеща можно зацепили здесь на поляне видимо очень много животных здесь гуляет так что будьте осторожны такой песчаный пляж песчаное дно и достаточно глубоко где-то по грудь то есть можно купаться несмотря на то что речка довольно мелкая сейчас мы отсюда будем стартовать потому деревню дурулина огромная поляна там вот очень красиво сейчас пойду запишу видео и вот тут видимо приезжает очень редко дорога по сути отсутствует хотя мы насчитали здесь 4 старых кострища так вот у нас кемпинг выглядит на данный момент помыли байдарку перед тем как сплавляться потому что хочется плыть в чистой байдарке они в которой кто-то уже вас плавал и соответственно она высохнет ультрафиолетом обработается время уже полдесятого мы собираемся стартануть но жарко очень жарко ночью было очень много комаров при какие красивые виды на тьме речка узкая вся заросшая лесами полями и так далее вот идет дорога такая довольно проезжаемая в принципе сюда можно заехать и на машине сразу заброситься отсюда с этого места так вот выглядит поляна хороший кемпинговое место смотрите какая красота березы сосны тенечек очень много дров я думаю что здесь здорово будет отдыхать рыбы много в речке плещется птицы поют вот единственное что сейчас очень много комаров комаров очень много пока один километр от деревни плыли видели оленя маленького вышел в воду и прям перед нами еще бобер прыгнул в речку такие вот панорамные виды очень хорошо такой плавучий кишлак у нас целый тавор сейчас поплывет по речке смотрите какая узенькая красивая быстрым течением и вот шикарный пляжик с песочком откуда мы стартуем панорамные виды будут сопровождать нас протяжении трех дней река тьма очень мелкая глубина от полуметра и меньше то есть есть места где метр есть места где 20 сантиметров глубина речка очень живописная смотрите как красиво много повальных деревьев постоянно лес березы сосны выходят разные животные вчера олень вышел еще всякие цапли журавли очень много всего интересного и когда вот так вот проплываешь тина и не большущие большущие гигантские рыбы много островков живописных которые приходится вот так вот оплывать то есть буквально каждую минуту что-то происходит или большой камень или коряга или вот островок быстринка то есть не скучно плыть много песчаных пляжей практически каждый там 200 300 метров песчаный пляжик на который можно выйти позагорать и там же много сухих дров вот видите прям камень 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 все очень красиво вот на таких песчаных островках много дров можно остановиться и быстренько вскипятить кружечку чая или там доширак себе заварить пример и везде пейзажи и самое главное деревья деревья склоняются над водой и можно иногда укрыться от жары много звериных троп к сожалению два клеща мы поймали смотрите впереди какая преграда то есть мы плывем всего две минуты а местность меняется очень быстро впереди живописная береза тоже под ней сейчас будем проплывать тоже интересно смотрите какой красивый берег и поют птицы постоянно все очень здорово самая красивая речка в окрестностях города твери особенно верховьях еще минуту не прошло как мы проплыли под березой какой красивый песчаное дно под нами уже впереди поворот и за поворотом новая же живописная местность нас опять ждут приключения потому что речка очень извилистая очень быстро и можно вообще не грести просто контролировать куда мы плывем единственно что есть места где придется вылезать потому что речка мелковата и периодически необходимо вылезать из байдарки в день но наверное 10-15 раз может быть 20 раз придется вылезать чтобы проходить вот такой мелкоту и сплав возможен соответственно только надувных байдарках типа хатанга потому что на каркасных байдарка к сожалению здесь не пройти вот они песчаные пляжики живописные то есть можно выйти по загорать сделать зеленую остановку покушать что-то красивый лес везде вот такие вот деревья островки здесь какой-то омут глубина сантиметров наверно 70 может быть метр здесь надо много рыбы впереди опять красивый красивый берег то есть местность меняется постоянно птички поют в общем очень классная речка всем советую здесь сплавится местность меняется постоянно мы проплыли всего наверное один километр такая красота сейчас слышали какое-то животное которое плескалась телефон достал чтобы поснимать или бобры или какие-то андатры плескались или может быть что-то выходило на берег потому что на песчаных пляжиках довольно много следов копытных животных смотрите как интересно и везде тина тина водоросли очень мелко и речка постоянно поворачивает буквально каждые 100 метров у нас какой-то поворот и впереди очередное приключение на самом деле мы плывем всего минут 20 посмотрите как меняется пейзаж ведь какая красота уже было очень много островов было очень много мелей каменистое дно мы уже два раза вылезали за эти 20 минуты с байдарки красота много остановок вот там под березками представлять поставить палатку для кемпинга много рыбы пока правда маленькую я видел большую я еще не успел увидеть потому что она я сзади плыву и большая рыба убегает вперед от меня братья тьма радует первый день у нас всего 15 километров предполагается заплыву то есть это можно вообще не грести постоянно приходится контролировать байдарку потому что впереди то камень то как он дерево то песчаное дно на данный момент плывем всего 20 минут а уже столько всего поменялось очень здорово проплываем огромный камень посреди реки местность меняется постоянно очень красиво птички поют лес я даже не знаю что вам рассказывать то что впечатление очень много постоянно дно посмотрите рыбы сколько там рыб на дне огромное количество очень красиво шикарные виды просто отдых облака на небе бесконечное небо безоблачная шикарная погода то есть главное выбрать что чтобы было комфортно чтобы он было не холодно не жарко чтобы не было сильного ветра ветер был такой чтобы он вас охлаждал шикарную речку с панорамными видами просто отдых вот тьма самая прикольная река на данный момент мы проплыли примерно часа полтора я отдохнул так как не отдыхал вот с прошлого сентября то есть я девять месяцев ждал такой погоды и такого отдыха и такой красоты и байдарка дает именно возможность путешествовать не надо грести можно просто плыть по течение то есть у нас сейчас средняя скорость километра два с половиной в час здесь как мы проплываем и местность постоянно меняется впереди очередной поворот очередные деревья очередной лес очередные пляжики и самое главное выключен телефон нет ни интернета никакой связи мы настолько обнаглели что нас даже 2 байдарка с собой запасная лежит здесь у нас еды примерно дня на три на четыре несколько банок с шашлыком чипсики все что угодно персики вы понимаете и впереди смотрите опять очередное что-то приключение мы будем это объезжать нашли шикарное место для кемпинга в сосновом бару высокий берег очень красивая местность там столик есть и лавочка очень красиво я думаю всего проплыли три километра ребята есть местность очень разнообразная очень хорошая тепло есть где купаться вид панорамный красивый места для отдыха очень шикарные главное приезжать сюда в будни потому что выходные здесь наверняка кто-то отдыхает а так песчаные спуски потом тропиночка пошла видно да здесь люди купаются очень красивые там в тенечке прикольно и опять же панорамные виды панорамные виды сверху я туда поднялся так хорошо речка глубокая дно песчаная ветерок солнышко шикарный отдых я констатирую что наступил полдень река тьма стала широкой течение очень медленное мы приплыли на какое-то поле но песчаная течение есть то есть не обязательно грести нет никаких неожиданных ситуаций сейчас мы найдем пляжик у нас будет обед видите просто поле просто поле ничего не происходит река тьма очень неожиданная действительно широкая речка становится а потом опять будет много 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 разных приключений дает нам отдохнуть потому что было много островов было много камней было много бревен мы уже устали скажем так к обеду время пол второго мы остановимся перекусим я расскажу что будет дальше проплываем огромный тростниковый остров среди камни очень узкая протока штурман говорит что этот камень называется голова крокодила похоже похоже такие вот узкие протоки быстрые скоростные интересные и очень мелкие и впереди село стружня с церковью там будет большой пляж смотрите как речка поворачивает штурман ведет нас правильно ох 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 коряга все мы сели на корягу какой быстрый узкий проток речка не перестает удивлять как будто джунгли вот наверху видите это церковь в селе стружня течение ускоряется вот он пляж в деревне стружня отсюда можно также забрасываться здесь асфальт очень хороший сюда можно стартовать туда в конце пляжа немножко бетонная такая плотина она будет перейти место очень красивая живописная панорамная немножко коряга смотрите мешает нам плыть надо быть осторожным и не записывать видео и фоточки а вот грести все время смотрите какое течение быстро мы в саму тину попали аборигены встречают впереди уже слышно перекат огромный ух ты мне тут водоросли попали примерно половина третьего и мы нашли вот такое шикарное место в тени березы здесь выкашен спуск к воде там небольшой обед у нас остановочка очень хорошо в тенечке стоять вода уже прогрелась вода теплая я такой шикарный лес сосны березы очень хорошо сейчас часик отдохнем в тени и потихонечку плывем дальше берега красивейшие очень живописно панорамно догнали уточек много птиц разных плавает и по берегам бегает вот иногда они прямо из кустов выскакивают перед нами красивые маленькие утята убегают еще даже нырять не умеют просто плывут вот утка отвлекает типа она раненая утята в тину пошли прятаться солнце клонится к закату время 5 часов вечера и примерно через пару километров у нас будет очень хорошая стоянка в лесу для нас утром солнышко не разбудит где хороший спуск к воде позже я вам это покажу а пока вот насладитесь видом березки солнышко и речка река тьма красота очередной остров который мы проплываем смотрите как красиво хорошо когда есть штурма который рулит впереди опять густой лес там у нас будет место для стоянки и и и Примерно километра три ниже Князева, где начинается лес, есть небольшой спуск к воде, правда в этом году он заросший, в том году здесь были хорошие ступеньки, здесь очень удобно и красиво, там в лесу лагерь, много дров и от солнца все закрыто, солнце нас не будет беспокоить примерно до обеда, дымка над рекой, огромное количество птиц, очень хорошее место, а для большого лагеря, примерно метрах 300-500 ниже по течению, огромная поляна, спуск к воде, там столы, лавочки, там очень большое место, панорамные виды, примерно три километра ниже Князева можно остановиться как минимум в двух удобных местах, и берег везде вот такой красивый, можно подняться и в лесу несколько полянок, я погулял сейчас по дороге, посмотрел в ту сторону, и в ту сторону есть полянки очень хорошие, но нам вот здесь нравится с берега, когда вы плывете, здесь будет такая страшная сосна, вот это вот, ее сразу видно, там вот из камней небольшой мангальчик сложен, и очень удобная полянка, плоская поверхность и много дров. чистейшая вода, жарень, и у нас сегодня очень поздный старт, время примерно полдвенадцатого, вот эта кривая сосна, такой вот островочек, очень уютное, тенистое место, где много дров, и комаров не так много, и нет клещей самое главное, клещей стало то ли больше, то ли меньше, но вроде мы пока помещаемся, предстоит нам семь километров проплыть до обеда, у нас очень медленный сплав, не скоростной, там какая-то будет хорошая стоянка, отмечена у меня на карте через пару часиков. Буквально минуту назад мы проплыли поворот, опять живописнейшие места, красота, и впереди опять поворот, то есть река не дает вообще скучать, поворот за поворотом, и впереди что-то новое, вот я вижу островки, сейчас начнется приключение. Ну что, Вань, подошел на всех, не уплывет? Очередной песчаный остров, и меняется ландшафт, начинается высокий лес с крутыми берегами, тоже наверное здесь можно выбрать место для стоянки, глубина полметра всего, чистейшая вода. Здесь тенечки можно устроить наверное кемпинг, неплохой, с выходом на пляжик. Сейчас поближе подплывем. Стоянки уже туда обустроил. Дальше река опять поворачивает, поворачивает, впереди еще острова. Иногда вот такие небольшие перекатики встречаются, совершенно легко проходимые, но очень мелко. И опять поворот, поворот, лес, песчаный пляж, снова поворот, и опять поворот, и опять лес. То есть река меняется на глазах буквально за несколько секунд, и совершенно неизвестно, что будет опять впереди. Иногда река сужается и становится быстрее. И опять повороты, повороты, впереди нас ждет лес. Чем дальше мы плывем, тем более впечатляющие виды различные растения, заросли, кусты, повороты, деревья. Офигенные пейзажи. Впереди какие-то у нас сейчас будут острова и перекаты, судя по всему. Потому что всю дорогу перегораживает тростник. Так, мы приближаемся к острову. С этой стороны остров мы не оплывем, потому что очень узкая протока. А впереди очень много тростника. И вот таких перекатов на тьме довольно много. Особенно в нижнем течении. Сейчас будет интересно. Надо будет обходить камни, подгребать. Ничего не предвещало беды. Вот позади, смотрите, какая широкая гладь. Все хорошо. Тут нас начинает ускорять. И мы подходим к каменистому перекату. Впереди большой камень и от него слева буруны. Звук усиливается, много коряк. Глубина минимальная. Сейчас будем грести. Опа. Я уже почувствовал камень один бортом. Знаете, какое течение. Очень быстрое. У-у-у, тут коряги. Перекаты. В общем, сейчас я отключусь, чтобы помогать капитану. Этот проток. Поднялись на борта. Оттолкнулись и проплыли вот это вот место. Течение очень быстрое. Впереди еще перекатики. И опять чистейшая вода. Смотрите, какое дно шикарное. Красота. Сейчас будем проходить еще мелкоту, мелководье. Аккуратно. Опа. Я обошел. Да, молодец. И впереди опять лес. За сегодня мы успели проплыть всего три километра. Хотя плывем уже часа два. Приключений достаточно много. Даже на таком коротком отрезке. Периодически встречаются вот такие пляжики. Очень жарко сейчас. Будем делать остановку и купаться. Это примерно каждые 20-30 минут. И вот там вот наверху похоже тоже место для стоянки есть. А это выход с пляжа туда вот в лес. Сейчас пойдем разведаем кемпинговое место. Еще один остров посреди речки. И сбоку от него перекаты. Сейчас только что проплыли шикарные песчаные пляжи. Здесь вот в кустах. И будем бороться с течением. И впереди опять лес. То есть река очень разнообразная. Смотрите какой там большой камень впереди. Аккуратно. На таких перекатах можно пропороть байдарку. Поэтому надо быть очень осторожным. Лучше затормозиться и выбрать правильную траекторию прохода. Сейчас я буду помогать капитану. Очень много тростниковых островов. Которые надо будет оплывать. Выбирая самую глубокую протоку. И река все время петляет. Все время петляет. И впереди еще один песчаный пляжик. Очень много остановок можно делать. Очень много мест для кемпинга. Их все на карте отмечаю. Смотрите какая красота. Шикарные пейзажи. Дно песчаное практически везде. Встречаются и галечные пляжи. Опа. Выход к воде какого-то животного. А есть какие-то огромные пляжи впереди. Можно остановку на обед сделать. Или просто искупаться. Можно в тенечку идти по деревьям. Вот тоже спуск к воде. Здесь скорее всего остановка на берегу. Там вот какая-то палка. Как знак указывает, что добро пожаловать. И спуск к воде. Скошенный, протоптанный. Там вот в тенечке очень приятно. Будет наверное ночевать за деревьями. Плывешь. И совершенно непонятно. Как будто бы речка закончилась. И куда поворачивать неизвестно. А впереди у нас два протока справа и слева. Вокруг такого огромного острова. Смотрите какая красота. Сейчас мы этот остров будем оплывать. Будем искать место. Оптимальное для прохода. Смотрите какой шикарнейший пляж. На опушке лесной. Сейчас пойдем смотреть. Может быть здесь очень хорошее место. Сможем ли мы туда вылезти. Поставить палатку как-нибудь в следующий раз. Лес. Высокий-высокий лес. И очередной песчаный пляжик. Старикоза села мне прямо на руку. Смотрите. Крупным планом. Какая страшная. Кусачая. Сейчас я ее соответственно отпущу. Опа. Вот еще пляж. Еще река. И впереди острова, острова, острова. И везде протоки. Очень интересно, что же будет дальше. Это мы проплыли порядка десяти километров. Даже, наверное, меньше. До сегодня. Сейчас будет скоро обед. Под такой кемпинг не подходит. Шикарное место. Пляж. Выход. Тенек. Там оборудованная стоянка. Очень хорошее место для остановки, для кемпинга. Для обеда, для ночевки. Там еще один уеден на пляжик. Впереди. Мы плывем дальше. По плану у нас через километр будет остановка. Становится все жарче. Мы почти на каждом пляже делаем остановку, чтобы искупаться. Река все время петляет. Видите? Один поворот. За ним следующий поворот. Опять поворот. И местность меняется. Иногда река достаточно широкая. Напоминает Тверцу. Тут течение не такое быстрое. И нам приходится грести. И впереди еще один пляж. То есть везде пляжи, пляжи, пляжи. Места для отдыха. Знаете, какое шикарное место. Чтобы сделать очередную остановку и искупаться. Если вы изнемываете от жары. Шикарнейшее место для стоянки. С панорамным видом. С песчаным пляжем. С местом для рыбалки. Здесь в тине наверняка очень много рыбы. Туда панорамный вид. Подъем достаточно удобный. Здесь сделаны ступеньки. Здесь байкерская стоянка. Сюда приезжают мотоциклисты. То есть не автомобильная дорога, а для мотоциклов. Очень красивый вид. Место для купания. Вот здесь первое кострище оборудованное. Мы в тенечке встали. Греем мясо. Вчерашнее. На обед. Не смогли все доесть. Взяли два килограмма. И такой огромный, огромный, огромный густой лес. Очень много дров. Здесь сухой берег. Высокий, сосновый. Очень чисто, ухоженно. Не мусорят ребята. То есть для пикника, для остановки, для обеда. И даже для ночевки. Место шикарнейшее. Отмечу его на карте обязательно. Такой красивый лес. Место для заезда автомобиля. Здесь еще одна большая стоянка. Целый домик, целая беседка построена. И тропинка все равно еще дальше, дальше в лес уходит. Видимо здесь очень много стояночных мест. Интересных. На том берегу тоже выкошен пляжик. Синие сосен. Хорошо здесь отдыхать. Большая река. Тоже спуск к воде. Видите какая красота. Приезжайте отдыхать. Огромный навес. С большим столом. Большой запас дров. Там вот еще впереди место для отдыха. Вот такая река тьма. Постоянные повороты. Пляжи. Постоянные повороты. Лес. Поле. Очень красиво И мелко Не утонете Но сможете отдохнуть Впереди красивейшие места Смотрите какой спуск в воде Там кто-то есть С палатками стоит, отдыхает Красота А нам до остановки плыть еще километров пять Еще часа два И где-то часам к семи мы Встанем тоже с палатками На ночь Это будет у нас третья ночевка В этом путешествии Приятный очень спуск к воде Там большой кемпинг Иногда в реку тьму впадает Какой-нибудь ручеек Или речка Здесь вот даже в кустах не видно Но здесь есть приток Небольшой Речной Речушки Лесной речушки Вот здесь вот в кустах И начинается опять красивый лес И впереди слышны крики Видимо там очень хорошее место для купания Нашли место для последней ночевки Высокий обрыв Здесь огромная-огромная поляна Я думаю, что в тени будет хорошо Но вот на эту поляну Проезжают косить траву для кроликов Местные Отличный вид на речку Можно прямо из палатки Смотреть, что происходит Маленькие дубы растут Здесь очень хорошее место Благоустроенное То есть даже Люди, которые делали костер Все окопали По правилам Дрова заготовили Мы дрова чужие Жечь не будем Нам завтра только чай приготовить Веточки насобираем Вот так идет дорога Дорога на карте не отмечена Вот такой панорамный вид Будем сидеть Наблюдать закат Сегодня Время ближе к 8 Приплыли мы в 7 Хороший спуск Обустроены ступенечки А внизу деревянные ступенечки есть И речка Здесь пляж каменистый Одно песчаное Примерно по пояс здесь везде Глубже, чем по пояс Нет глубины Ну вот что за дорога Почему на карте ее нету Она проезжаемая Видимо приезжают сюда по выходным Рыбаки Отдыхать Желательно такие места Конечно до стоянки не выбирать Потому что около дороги Может приехать кто угодно ночью Мы решили здесь восстановиться Здесь красиво И самое главное Здесь в озерок Вообще нет насекомых Если в первую стоянку Где был олень Нас просто зажрали Мы там словили клещей Вторую стоянку уже комаров Было намного меньше Сейчас вообще ни одного комара нет Так что будем надеяться Нас не съедят Десять часов утра Вот так выглядит наша стоянка Все погрузили Спалось здесь замечательно Насекомых очень мало Пошел я гулять в лес Зацепил клеща Так что далеко от стоянки Лучше не отходить Сейчас костерок потушим И поедем Такое вот место Прикольное Здесь достаточно ровно Сухо Очень мало насекомых Вид на речку Можно прямо Палатку открыть И вот сквозь дубы Наблюдать За рекой За рассветом И закатом Ну вот единственное Что солнышко Вот здесь между деревьев Зашло и разбудило Восемь За два часа мы собрались И стартуем Дальше по тьме Вот туда вот мы поплывем Наблюдать красоты У нас получается Первый день Мы прошли 15 километров Второй день Мы прошли По уточненным данным Всего 12 километров И сейчас нам остается Проплыть 19 В итоге В принципе 12 километров Это очень мало Если грести То можно пройти 25-30 Вполне все нормально Сейчас 10 Все у нас самый ранний старт Раньше чем обычно Соответственно Часам к 7 мы Проплывем к финишу Река петляет Мы наконец-то Спрятались в тенечек Потому что солнце Жарит очень сильно И впереди Вообще шикарный вид Панорамный Как будто мы Не по тьме плывем А прямо по Волге Красота Новый день Новый маршрут Проплываем Опоры Старого моста Или что-то типа Может быть мельницы Старинной Здесь у деревни Тутань Выход к воде Больше конечно похоже на мост И сегодня ветерок Все и на небе облака Комфортно Прохладно Очень хорошо Здесь посередине Прям речка судоходная Вообще никаких проблем Чтобы проплыть нету Но впереди небольшой перекат Еще опоры Может быть это был Еще один мостик пешеходный Водобор лит Скорость прибавляется Камни Камень лежит Мы ускоряемся Такой столб внезапно Такие вот места встречаются Довольно их много Несколько таких перекатов Будет по пути Около 12 часов дня Солнце практически в зените И мы нашли вот такой шикарный пляжик Здесь и песочек И травка И есть береза И можно в тенечке Пойти искупаться Потом позагорать Очень хорошо Приятно Тьма радует Большим количеством островов И вот таких вот Песчаных отмелей Здесь рыбка плавает Интересная Всякая мелкая Самое главное То что здесь Во-первых удобно высадиться То есть вот байдарка Стоит практически в траве Она не цепляет ни дном Не порвется ничего И ходить очень приятно По песку И вот такая вот Растительность И шикарно Можно в теньке посидеть Можно на солнышке погреться И очень часто Вот здесь вот на песке Бывает большое количество Сухих веток Чтобы можно было Погреть котелок Абсолютно безопасно И сделать там чаек Или доширак заварить Например И все Сейчас вот мы Минут 5 постоим Поискупаемся Купаться нужно очень часто Чтобы не угореть Потому что жара очень сильная Нужно постоянно Окунаться в воду Обязательно панамку И панамку тоже мочить в воде И опять поворот И что-то за поворотом Будет интересное Обожаю тьму За большое количество островков В нижнем течении Какие бревна огромные В воде лежат Гигантские Прям вековая сосна Забрасываться до Тутани И за один день Доходить до Савина Здесь буквально Километров на 15-16 Очень интересно Очень много протоков Островков И живописные виды То есть не обязательно Растягивать сплав Как мы на 3 дня В принципе этот маршрут Можно и за день Пройти и за два Все зависит от того Что вы хотите Смотрите какой огромный Остров впереди Красота У меня только одни эпитеты Красота Живописна Природа Третий день я плыву И я не могу Не переставать восхищаться Вот этим видом Очень хорошо Но практически под нами Глубина Наверное Около 20 сантиметров Солнце бликует И кажется Что очень мелко Но на самом деле А вот мы и застряли Практически застряли Нужно чуть-чуть Приподняться И тогда мы сможем Проплыть этот участок Сейчас мне правда Камеру придется Выключить То есть Глубина здесь Сантиметров буквально Ну 15 То есть Осадка байдарки Порядка 10-15 Сантиметров Если в таких местах Вы застреваете Нужно либо выходить Либо просто Приподняться на бортах Я буквально Чуть-чуть оттолкнулся И мы проплыли Эту песчаную отмель Утки летят Очень много птиц Всяких разных Офигенно Я бы наверное Неделю бы плыл бы Нужно речка Достаточно короткая Не дает насладиться Такими видами Панорамными Вообще красота Вообще красота Смотрите Птички сидят Прямо на камнях Даже не боятся Улетают Здесь целое гнездовье Смотрите какая Две птички Общаются между собой В чем это Одинаковые сорта Или разные виды Непонятно Много рыбы Но мы еще Кстати не доплыли До самых интересных мест Где прям рыба Прям под байдаркой Плавает И опять островки Опять перекаты Опять тина Но это все проходимое Главное Искать место Главное Чтобы капитан у вас Был очень хороший И впереди лес И дальше этот лес Будет на протяжении Достаточно большого Километров на 15 Он растянется И там уже Мы на пляже Причарим И вот опять Песчаный пляжик С этой стороны Смотрите какой красивый Песчаный пляжик С этой стороны То есть везде Можно остановиться Везде можно искупаться Очень живописно Смотрите Там перекаты Я помню В прошлый раз Мы вот там проходили По самой быстринке И опять птички Вообще красота Кайф Может туда попробуем Вот туда вот В самый проток В самый экстремальный проток Смотрите как здорово То есть мы взяли Просто изменили направление Сейчас если на мель Не сядем Так сели на мель Сейчас придется выходить И вот туда заплывем Опа Я самый тяжелый Все прерываю нашу трансляцию Так супер узкий проток Аккуратно Огромный камень Выруливый Смотрите какой большой камень Мы вообще обойдем Капитан Капитан у меня Офигенный Смотрите как классно Как я снимаю Так бы я бы тоже порулил Протоки Протоки Очень много таких мест будет Смотрите там Там не пройти А вот здесь можно И сразу песчаный пляж Вообще красота А вот там бы мы не прошли Кстати Так что мы правильный маршрут выбрали Птицы Деревья Ха-ха Ну очень здорово Так выруливаем Вот такой вот интересный Перекатик Шикарно Опа Главное приподниматься на бортах Чтобы не цеплять дно Там вот я снимал видео К сожалению не успел приподняться Поэтому мы сели На мель И здесь впадает еще какой-то Проток Тоже быстрый С перекатами Можно было с этой стороны оплыть Красота Сразу омут Сразу глубина И вот он лес Впереди лес Здорово Высоченный берег Густой лес Там впереди видно обрыв Там тоже благоустроенная стоянка Со столом С тульями Очень красивый вид Нет комаров Много дров Такая байкерская стоянка Для мотоциклистов Но единственное что подниматься неудобно Поэтому только если на обед останавливаться Хотя мы тут как-то Однажды ночевали Очень красивые закаты Туман Очень много рыбы Красиво И все время По правому берегу Дорога идет Есть много тоже стоянок Везде Берега очень широкая Глубокая Красивая Особенно в закате Вдоль всего берега проходит Мотоциклетная трасса На великах тоже ездит Такой благоустроенный спуск к воде Шикарная стоянка Очень красивое место Много дров По будням Конечно Нет никого Совершенно Черничник Вообще красота В этом году Правда лет холодное Земляник и клубника Еще цветут Хотя уже Самый конец Июня Смотрите какое панорамное место Туда вот Волга Ой Волга Тьма Туда вот тьма Закаты здесь шикарнейшие Самое главное Что на машинах Здесь никто подъехать не может Очень укатанная дорога Именно для велосипедов Мотоциклов Классный стол Очень хорошая стоянка Я не помню Где мы здесь палатки ставили В прошлый раз Здесь замечательно Единственное что Тяжело подниматься Потому что берег Очень обрывистый Именно вот Только вот там Вот по ступенькам Смотрите какая панорамная Панорама Когда солнце заходит Здесь такие туманы Такая красота Обалденная Жаль нет квадрокоптера Все это поснимать Сверху То есть речка Очень красивая тьма Прям лучше чем Волга Лучше чем Тверца Очень много леса Очень много хороших стоянок И для велосипеда Для мотоцикла Здесь тоже прикольно Вот дорога Она практически вдоль всего берега идет Километров наверное 60 Здесь можно накрутить В одну сторону Именно по берегу Такие вот спуски Подъемы Все время в тенечке Смотрите как здорово Приезжайте отдыхать К нам Прошли тростниковую заводь С очень быстрым течением Там несколько стоянок В лесу рыболовных Прикольно Сейчас мы подплыли К такому месту Где впереди остров И опять же Непонятно С какой стороны Его оплывать Так как Капитан нас ведет Просто в тростник Просто в тростник Нас заводит Все Он потерял управление И мы Сейчас будем Отсюда вылезать И думать Как оплыть этот остров Здесь в лесу Очень много Хороших стоянок Красивых Классных И рыбные места Очень рыбные места Видно что Много жерли Стоит По берегу О Вот он Проток Смотрите какой красивый Будем оплывать Вот этот гигантский Остров Только что Прошли Страшный перекат С корягой После тростника Опасное место Смотрите У нас тут Березовые Березовый тень Береза торчит Из берега И на минутку Нас скрыло Чтобы мы не сгорали На солнце И начинаются Рыбные места Песок Быстрое течение Очень много рыбы Вообще красота Там вдалеке лес И по левому берегу Начинаются опять Разнообразные стоянки Выходы к воде Рыбацкие Там вот в лесу Различные стояночки Мель Красота И опять река Становится широкая Опять впереди лес Нас развернуло И по ветру Теперь несет То есть теперь Не течение Является определяющим Фактором А ветер Мы нашли Вот такое Шикарное место В лесу Плоская площадка Березы Сосны Вообще красота К воде Правда спуска нет Но очень красиво Для кемпинга Мне кажется Отличное место Мы подплываем К высоковольтке Довольно Интересное место Во-первых Там огромный Огромный Такой рыбацкий Затон Где много-много Рыбы Очень медленно Течение А потом Мы подплывем Именно вдоль Высоковольтки Она будет сначала На одном берегу Потом на другом берегу И под ней Очень много бревен Очень много бревен В воде Которую необходимо Постоянно Оплывать Такое экстремальное место С быстрым течением И многими Препятствиями Так что Как вы видите Восковольтку Готовьтесь Будет что-то интересное Надеюсь Вам видно Огромную цаплю Улетевшую влево Сидела на сосне Было очень много птиц Но к сожалению Очень редко Что-то удается заснять Потому что они быстро улетают Глазами видишь А телефон Не успеваешь достать Здесь много выходов К воде Рыбацкие стоянки Вот там вот была одна Вот здесь вот вторая В сосенках Люди приезжают Видимо на машинах И здесь Либо рыбу ловят Просто так С берега Либо на лодочках Сплавляются Здесь еще прикольно Река очень широкая А впереди тростник Заводи Очень интересные места И конечно тенечек Чтобы можно было поставить палатку Мы прошли высоковольку Тростник Здесь огромный-огромный омут Очень много крупной рыбы плавает под нами И впереди начинается опять тростник Вот там вот видите Высоковолька идет вдоль речки Ух ты Рыба прям прыгает И там сейчас начнутся бревна Там я снимать не смогу Потому что там опасно Надо грести Подгребать постоянно И капитану И матросу Поэтому когда вы видите Вот такую высоковольку впереди Будьте готовы К тому что может быть Придется грести очень много Там на протяжении метров 500 километров Будет множество препятствий Вот начинается быстринка Одна из первых быстринок Сейчас там будет впереди Много такого И бревна, и камни И все подряд И тростник На протяжении километра Такой небольшой экстрим Ничего страшного Но надо быть осторожным Мы приближаемся Здесь какие-то Видимо Что-то было Типа моста Бревна торчат Перекат Ох ты Осторожно Вон там внизу камни Все, вот Капитан весь облился Сразу пляжи И вот начинается Высковольтка Вдоль нее Очень много бревен Лежит на дне Ух ты Стукнулись дном А камень Бревна справа И слева от нас Вода высокая Вот такая огромная Высковольтка Идет вдоль берега Здесь постоянно Здесь постоянно что-то На дне Видите какие стволы Огромные Они лежат и вдоль В реке и поперек Вода впереди Быстринка Надо быть просто внимательным Потому что со всех сторон Эти бревна Могут торчать ветки И не хотелось бы Напороться байдаркой Видите, да? Если Быстринка Значит что-то на дне лежит И справа И слева И по центру Бревна заносит песком Тины зарастают Их очень плохо видно Высковольтка Опять на другом берегу Быстрый участок Обеденный перерыв Время два часа Небольшая остановка Вот под такими сосенками Здесь было кострище Много-много сухих веточек Маленьких Сейчас я все потушу И мы отсюда Отплываем Время два Семь часов нас заберут От деревни Савина С пляжа Осталось нам плыть Еще целых пять часов Впереди всего Десять километров То есть это неспешно По два километра В час Вот у нас речка Здесь очень удобный спуск К воде песочной Елочки Березки Сосенки И вот там вот в лесу В тени Огромное кемпинговое место Со столом С лавками Все благоустроено Подъезд для машин Видимо сюда приезжают купаться А мы Вот здесь вот в тенечке Пообедали Быстренько Оперативненько Часик отдохнули И сейчас стартуем После сытного обеда По закону Архимеда Полагается поспать Теперь мы проплываем Все эти острова Нам уже лень останавливаться Даже купаться уже не хочется Время уже четвертый час Просто наблюдаем за природой За птичками Смотрите сколько птичек Они уже у нас не боятся совсем Привыкли Ракушки Повороты Повороты Речка Уже совершенно ничего не хочется делать Просто плывем Просто плывем Пару часиков Потом Может быть Будет остановочка Купание Очередной пляж Панорамный вид Орут птицы И впереди Шумит Небольшая плотина Корозу нам предстоит Преодолеть И вот здесь В воде рыбы ходят Большие Периодически их можно увидеть Смотрите какая красота Приближаемся к перекату Самый большой перекат На реке Так называемая мельница Здесь вот посередине островок А справа и слева от него Забиты бревна Слева островок обойти Можно только если Вайдарку на себя тащить А справа между бревен Можно проплыть Но там надо очень осторожно Затормозиться И выровняться по центру Сейчас вот туда мы Подплываем Буквально осталось метров в сто Ну вот как-то так И вот как-то так Мы короче сели на бревну На какое-то Застряли Капитан нас спасает Сейчас попробую Вот такое место В общем мы перелезли Скажем так Кое-как За грехом пополам Впереди еще столбушки Здесь видимо мост какой-то был В целом Короче мы засели На камнях И на бревнах Так что будьте осторожны Когда проходите Такие места Последняя остановка Перед финишем Такой шикарный пляжик На повороте реки Дальше Очень такой серьезный перекат И вот там впереди Деревня Новинки Уже слышно как летят Люди Отдыхающие Сейчас проплывем И покажу вам Красивую церковь В Новинках Зеленые купола Почти успел снять В деревне Новинки Очень красивая церковь Необычное Золото с зеленым И вот она Большая длинная деревня И дальше Уже все Практически мы доплыли До Савина Осталось буквально Пару километров Час пути И будет финиш На пляже Очень удобная выброска Там автомобиль Может подъехать Прямо к реке Белые Или лотосы Или лилии Желтых кувшенок Много Белых цветочков Очень мало Мы сейчас проплываем Реконструкторский лес Где раньше было Очень-очень много Деревянных строений Всякие замки Красивые Потом все это снесли Сейчас вот остались Только вот такие вот Цветочки На что можно посмотреть В этом лесу Так здесь зимой Классно Хорошая лыжня В общем можно Интересно здесь Покататься на лыжах Да и летом На велике покататься Тоже можно Интересно И вот такой вот Опять панорамный вид Осталось нам буквально Чуть-чуть До финиша Очередной пляжик Зеленая остановка А здесь какой вид Уже слышно машины Мы приближаемся К финишу За три дня Пройдено 45 километров Можно было пройти за день Этот маршрут Можно было за два дня Пройти Мы растянули удовольствие На целых три дня Вот такой чистой речки Теплой И малонаселенной Верховьях Здесь конечно уже Машины стоят Через каждые метров 500 Везде Чем ближе к Савину Тем больше Отдыхающих Вот он Небольшой пляж Савина Мы финишируем Сушимся Транспорт уже приехал Ждет пока мы Немножечко Воду Сорьем с байдарки Вот он мост Савинский К сожалению Дальше Него пройти Очень сложно Там Либо байдарку Надо обносить По берегу Либо очень аккуратно Переползать через бревна И дальше речка Начинается очень тихая Спокойная Совершенно неинтересная И там одно сплошное поле Ничего хорошего там нету Там вот кстати был перекат Очень мощный Еле-еле Мы через него перебрались Так что вот Если захотите Вот эта финишная точка Очень удобный подъезд машин То есть асфальт И сразу спуск Здесь вот можно сразу погрузиться И уехать в город Такое вот путешествие Растянулось на три дня Так Общий объем вещей Которую мы с собой везли Во-первых Мы везли две байдарки Это нижняя Запасная Верхняя Видите Она даже не до конца спущена Ту на которой мы плыли Донышко Сидушки Решетки Дрягриля Два насоса На всякий случай Запасные Огромные коврики Два туристических стула Очень-очень много Питьевой воды Мы везли с собой Воды осталось Дофига Вот этот гермомешок Мы съели И второй гермомешок С едой Мы привезли полностью Обратно То есть по факту По факту Пенки могут быть Намного меньше По размеру Гермомешок должен быть С едой только один А не два Потому что сейчас Средство везти Домой обратно Ну и соответственно Байдарка Не обязательно брать С собой запасную Так как мы и поступили Но все-таки Трехдневный сплав Автономка Поэтому решили взять Такой вариант То есть вот это вот Количество вещей Влезает в багажник Абсолютно любой машины И уменьшилось Это количество вещей Только на один Гермомешок Зеленый Вот он тут Остатки еды Которые мы тоже не доели И вот баклажка пустая То есть выпили мы всего Получается Ну Полторы баклажки Грубо говоря Так что можете делать выводы О раскладке продуктов Об объеме вещей О том сколько всего нужно О размерах спальников О размерах теплых вещей То есть то что вам понадобится Для похода в теплую погоду У нас получилось вот такое количество